на самом деле жизнь с Ducati очень забавная и интересная Ducati должен быть вторым мотоциклом в вашей коллекции точно вторым для того чтобы на нем подновалить и соответственно он стоял по картине выходного дня для меня этот мотоцикл являлся основным и использовался каждый день каждый божий день вот она ездила каждый день почему она не знаю как-то так знаете по тенденции приняты пони гали гали калины и все в этом духе и вот вы когда используете каждый день мотоцикл каждый из-за его теплонагруженности и на огромного тепла выделяющегося везде происходят разные не очень классные моменты особенно если вы тыркаетесь в городе и толкаетесь не по трассе максимально ее нагружаете у вас текут бошки прокладки у вас начинает течь из-под герметика из-под клапанной из-под крышки сцепления и все в этом духе сбрал я ее на пробеге 33 тысячи километров сейчас пробег 53 тысячи километров и как мне сказал один недавно человек ну твой двигатель готовится вальгалу я не знаю через 7000 километров нужно делать десмосервис и здесь встал один вопрос наверное это одно из ключевых одно из ключевых моментов почему я расстаюсь галей не готов мириться с тем что он пытается навязать сервисы сделать из обычного мотоцикла старого классного офигенного что-то сверх очень дорогое и эксклюзивное объясню простыми словами записывал видос недавно на тему десмосервис и почему он стоит там 200 плюс тысяч рублей я вам приводил примеры такие как счета дилера на 63 тысячи рублей и словами сказанные и услышанные ровно опять же подтвержденные сегодняшним недавними событиями и днем это ценник 160 за работу смотрите продаю я ее ровно потому что меня очень сильно триггерит и мне надоело мириться с сервисами и подходить к ним кланясь низ лбом бить чулом и почему-то с ними спорить о том что это дорого а по их мнению и так должно быть из моментов которые есть есть человек который обслуживал это игры перфекта мото хороший специалист за знанием с пониманием дела после того как я забрал мотоцикл он поехал сразу туда мы переклеили поддон это все он видел из поддона сказал что состояние очень хорошие заменили свечи все остальное за это все было дано 40 чем-то тысяч рублей и после этого мотоцикл не пыхнул проехал спокойно до следующей замены масла после замены масла поменяли болт поддона почему-то там резьба что-то пошло не так вроде бы обслуженный мотоцикл заменили пружинку лапку кпп она находится той стороны она просто отлетела треснула время и после этого мотоцикл уехал на зимовку уехал домой с домашнего режима выехал сразу же поссали перья еленс я уверен что их никто не обслуживал наверное вообще никак ничто мы полностью обслужили обслужили в оригинальными запчастями но я буду это верить потому что павел который нашелся по еленцу он это сделал 30 тысяч рублей стоило что короче меня бесит игр который обслуживал не берет меня в работу я заплатил все деньги всегда все я не просил скидки я ничего лично никого не посылал никак не оскорблял и ничего не делал единственное что я сделал это вступил в полемику в разбор что это такое я не понимал что такое десмо сервис и задавая вопрос слушай для меня канон это дилер дилер наверное это канон до дороговизны там дороже всего не факт дороже всего если мы не углубляемся в глубокий тюнинг и не начинаем покупать что-то что не модифицированное и дополнительно стоящие денег как открытая крышка сцепления как резомовские подножки резомовские бачки но это какой-то легкий тюнинг да есть еще сильный тюнинг это сюда поставить радики другие да там более спортивные для трека наверное поршня вытащить сделать другой чип поставить и все в этом духе такой дилер это канон дороговизны на дилере еще раз повторюсь стоит сделать десмо сервис 63 тысячи рублей я начинаю разбираться в вопросе игр выставляет счет там 160 200 плюс сегодняшний день последняя цена от антона с петровской косы кто в питере то знает помет power техник кажется или как ты хороший специалист я задаю ему вопрос он говорит 160 тысяч рублей под ключ цена работы так что в это входит там на самом деле есть видео очень классное чтобы вы понимали что такое десмо сервис у евгения десмо сервис в москве так вот у него стоимость работы 60 там тысяч рублей если что человек который занимается давно дукате вроде бы его любит и все в этом духе вы скажете миша чё ты выюбываешься ну отвези в москву и сделай и все в этом духе да наверно да можно было бы но я живу в питере это прокатиться это бабло есть моменты которые напряжены наверное не от хорошей жизни мы начинаем там задумываться можно было бы вытащить 160 на стол сделали бы вам десмо сервис вы такие ну классно здорово объяснил специфику тут головки стоят получается голова здесь голова здесь скрываем крышки клапаны и там замена прокладок сразу же попадаем и видим такую херню ну скорее всего она вся в говне и винда очистить так вот там есть зазорчики которые нужно померить как у обычного мотоцикла и заменить шайбочки и для этого нужно еще определенный спешил то потому что десмо сервис это определенная система открытия и закрытия клапана вместо того чтобы сделать легкую работу которая скорее всего может обойтись легким путем это вскрыть клапаны и крышки и зазоры померить и спешил тулом все сделать рассухарить там сухарики такие есть мы мы я услышал в том что слушай нам нужно раздербанить весь мод достать головки то есть вот мы сюда добрались все по полочкам разжили сняли головки и только после этого мы начинаем делать десмо сервис владели стоит 63 почему у вас то стоит 160 но возьмите если вы головки так вам хочется снять не моя прерогатива и не прерогатива сервисного интервала но возьмите за это 100 допустим хотя с другой стороны возьмите за это 60 это же ваш прерогатива не моя мне это не нужно и короче меня просто это заебло то есть когда ты купил дукати для сервис в которые есть не знаю в каком городе но половина это и смотрит на тяга на денежный ебаный мешок ты просто денежный мешок который априори лошара короче ты все понимаешь ты купил супер дорогой мод тут все пиздец как дорого подытожим 63 на дилере есть в один момент на дилере я звонил только буквально на той неделе потому что у меня с правой стороны после последней покатушки потекла башка с правой с левой стороны прокладочка башки потекла ну бывает ничего страшного описывалась поменять прокладку стоит 20 тысяч рублей я звоню на дилеру вам потому что досмосерия стоит 63 они доберутся равно прокладки мы эти скинем и все остальное дилер говорит я не возьмусь мы возьмемся за эту работу только осенью потому что мы очень долго будем ждать шайбы в питере поехать можно только теперь в неофициальное место это за 160 тысяч рублей и плюс прокладки но скорее всего объясню одну вещь поменять стоит 20 тысяч рублей прокладочку прокладку вам никто не поменяет как мне объяснили мы возьмем и твою прокладку приклеим на новый герметик которого там быть не должно и все будет зашибись уверен согласен скорее всего да назовите цену 5-10 тысяч рублей цена этой работы прокладку перекрыть прокладку еще раз повторюсь это допустим если в идеале это именно то что нужно сделать при вскрытии не окажется чего-то другого а это уже совершенно другие работы и тогда мы допустим начинаем ими заниматься в процессе уже разбора мотоцикла но основная момент поменять прокладочку которая находится вот здесь одну 20 тысяч рублей потом вторую допустим 20 тысяч рублей это уже 40 до смазе стоит 63 63 блин и за каждый вот момент с вас пытается вытянуть бабло вот с каждого момента вот просто просто с каждого момента у тебя херанула пробку когда откручивал откручивали ты в сервисе закручивали в сервисе откручивали в сервисе у тебя и его херануло тебе говорят слушай но это не твоя вина это не твоя вина ну и как бы не моя это обстоятельство но заплатишь за нее ты заплатил за нее я не пополам сервисом потому что он открутил ее не попал мне не было предложено слушай я тут пластику мне пришлось с другой стороны разбирать это еще плюс две тысячи рублей вы можете сказать миг Да просто, наверное, ты нищий, у тебя денег нет, поэтому ты считаешь. Мне в целом так и сказали. На данный момент, может быть, вы даже будете правы. Может быть, вы даже будете правы. Но как только вы у взрывомыслящего человека, который зарабатывает деньги, зарабатывает, повторюсь, он их считает, вы спросите, а за что стоит заплатить, или стоит это для работы того, но только если у вас там не миллиарды, которые есть, тогда вы, ну, априори, наверное, не будете покупать мотоциклы продаются за миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей. Все, что я мониторю каждый день, это цены выше. Остальные мотоциклы, которые дешевле, они бездоковые, либо они по комплектации не подходят под априори то, что здесь есть. А за что люди платят? За электронную подвеску и за интересный маленький тюнинг, который там присутствует. Без лопаты, поворотнички классно сделаны, резомовские бачки, там открытые крышечки сцепления, подножки поменены на хорошие, все в этом духе. Так вот, я сейчас нахожусь в ценообразовании в том моменте, когда я ниже рынка. И рынок сейчас улетел в космос вообще, в космос. Я просто, честно говоря, устал. Вкинуто за момент владения, за момент владения, то есть с момента покупки. И это мелкий сервис, мелкий, то есть заехать два раза масло поменять. Там самое крупное, там был, на канале есть ролик самый крупный, где мы там фотки предложены, там все остальное. Но это тоже мелочь. Цепи, звезды и всю херню, ну это мелочь, да, там с резиной. Наверное, оставлено больше двухсот тысяч рублей. И по вилке, момент, тоже очень забавный. То есть мне хотелось бы поехать к человеку, у которого я обслуживаюсь, да, и к Игорю. На что мне Игорь начинает выкручивать, я ему делаю мозги, говорю, Игорь, пожалуйста, сними вилку, обслужи вилку. Цена работы у Игоря 15 тысяч рублей, обслужить вилку. Есть ли у него оригинальные запчасти, никто не знает. Скорее всего, мы покупали чего-нибудь, типа к оригиналу похожее, все в этом духе. Ну, там разные специфики есть. Что-то меняется. Сальники, пыльники, нижние направляющие, верхние направляющие. Нижние мы поменяли, верхние у меня живые. 15 тысяч рублей он заработал, плюс-минус все остальное там выходило бы с направляющими и с маслом еще, наверное, где-то, ну тоже к тридцатке. Человек взял заработать 9 тысяч рублей, снять поставить 2 тысячи рублей, то есть 11. Не 15, а 11. Но я с ним делал, имел первый раз. Мне хочется поехать к тому человеку, у которого я обслуживаю мотоцикл, и я которому доверяю. Знаешь что, мне этот человек заявляет, ой, слушай, я браться не буду, да ты вообще меня заебал. Чего ты мне все время задаешь вопросы? Если я доверяю человеку, то, наверное, прошу еще выход. На что я второе раз попросил, говорю, слушай, а можешь просто снять перья? Я перья отвезу, я тебе доверяю, чтобы ты их открутил, чтобы ты все закрутил как нужно, в нужном моменте, все правильно. Я перья отвезу, на следующий день привезу сразу же, и мы их обратно поставим. На что мне было высказано, да нет у меня времени на твою понигали, потому что там будет не пятнашка, скорее всего, да, а скорее всего что-то меньше, наверное, рубля 2-3 за это можно взять. Но в случае с Дукати, скорее всего, в Дукатисты бы взяли бы 5000 рублей минимум, или 6, понимаете? Блять, вот это заебло. Первое, ты приезжаешь, любой сервис-недилер, это гараж. Ты приезжаешь, как будто тебе надо реально снять, покланяться перед королем, выслушать, как Киев, пиздец. Как, знаете, слушайте, да мне ничего не надо, да мне вообще нахуй никто не нужен, да мне вот эти все так все заебало и все остальное. В итоге ты снимаешь ангар, ты снимаешь гараж, ты снимаешь какое-то помещение, ты за это платишь, за аренду. Говорит о том, что тебе это ничего не нужно, это лукавство. Ты с помощью этого зарабатываешь бабки, с помощью этого зарабатываешь бабки. Ну, как мне надоело, чтобы в людях видите только денежные мешки, ничего личного, только бизнес. В октябре мотоцикл, когда стоял на обслуживании, в октябре, сейчас, когда все события, все очень долго идет, все очень долго достать. Самую пружинку, которая там стоит 7 евро, что такое, ну фигню стоит, она едет там долго. Мне было высказано в октябре то, что ты заплатишь за простой мотоцикл, что он занимает чье-то место за месяц. Ребят, вздумайтесь, я заплатил 2,5 тысячи рублей за то, что у меня мотоцикл находился на сервисе, чинился и что он там стоял. И после этого я его выкатил и поехал домой, у меня дома стоял. Вот вдумайтесь, ничего личного, классная фраза, только бизнес. Какой нахрен бизнес? Ты только что двадцатку снимаешь и за простой там стоянку мотоцикла, стоянку мотоцикла, вам не смешно, да? Как будто там сейчас 20 тысяч мотоциклов у него подъедет и все. Ты еще платишь денег сверху, потому что нужно вытянуть еще за что-то. Ты обговариваешь одну цену, ну там допустим работы, приезжаешь, у тебя плюс 4 тысячи рублей, а что такое? Слушай, ну я цепь обслужил, я не похож на блондинку. Мне не сложно открутить сзади два шестигранника, две головки, эксцентрик ключом натянуть, для того, чтобы цепь подтянулась, с линейкой походить. Там, блядь, делов кучи не надо. Там не стоишь, не вымеряешь, как на некоторых видосах. Это премия была сделана. Два ксаря в Индополож, жалко? Да нет, не жалко, когда их нет, жалко, когда их дохера, да нет, не жалко. Наверное, нищебродом быть нельзя с таким мотоциклом, потому что с тебя будут снимать вообще все бабки, которые только возможны. И хер ты чего сможешь доказать, потому что как только ты вступаешь с ними в разговор, они тебе говорят, ну первое, ты нихера не понимаешь, какую сложность, потому что ты ничего не видел. Ты просто ничего не понимаешь. А мы все знающие короли, которые миллион этих мотоциклов разобрали, и поэтому вот так я не буду делать, как это надо, простым способом. Я пойду сложным, за это возьму еще почему-то плюс 100 тысяч рублей, не с хуя вообще, потому что ну вот хочется мне и самому потрахаться с мотоциклом, и с тебя еще плюс сотку сдернуть. И все это с запчастями, которые будут идти хуя в тучу времени, еще уверен, что чему-нибудь можно будет докопаться, каким-нибудь аркерам, херарам, что-то там по-любому, 100%. Сумма выйдет в 200, там плюс тысяч рублей. Бля, ну серьезно, это вы должны делать Десмосервис там. Ну давайте по-простому, 15, 20, 25, 30 тысяч километров. Ну то есть диапазон начинается от 15 тысяч километров, вы накатываете, до 25. И вернемся сразу же к моменту, почему я говорю, что это второй мотоцикл. Но если с такими ценами, богатые люди считают деньги, вы пойдете кататься на каждый день этим мотоциклом, использоваться, ну просто использовать, вот я за сезон накатывал по 10 тысяч километров. Да, там, ну вот можете сами посчитать. То есть два сезона откатано, и получается 33 забирал, 53 там, 53 800 на сегодняшний день, 54. Вот посчитать сколько километров накатано. По идее, да, все уже подходит, надо там Десмо делать и все там заново. То есть в мод, как минимум, по тем критериям, которые сейчас есть, не на дилере, нужно вкинуть 1300-1400. Ну, мне кажется, это безмозглая затея, вообще бестолковая и идиотическая. И с вот этим моментом, что я вступаю вообще в разговор, то есть я нихуя сошу никого, я не обзываю, я лишь вступаю в разговор и говорю, слушай, а почему так? Ну это дорого. И мне говорят, ну дорого, иди в другое место. Я пойду в другое место, ну просто вопрос, куда идти? А идти больше некуда. Если у тебя рук нету, я умею кататься по прямой. Я не хочу туда лезть. Я хочу просто совершенно спокойно сесть, ну вот и погонять. Классно и здорово, великолепно. Но каждый раз втыкаться в момент того, что тебе туда надо сделать, туда надо сделать. И как один раз с чуваком, когда я вообще ничего не понимал, он говорит, Десмо там сделали 30 тысяч рублей. Я такой, да ладно, ты врешь, да как? Когда у меня тут инфа под боком, да, и мне говорят, блин, Миха, это 200 стоит. Это 100 плюс стоит. Да это стоило 3 года назад 150. Думаешь, блин, ну то ли я дебил, то ли, ну люди, может, разные. Поэтому я полностью принял решение продать мотоцикл Букати на сегодняшний день. И в целом двигаться дальше, к чему-то другому, покататься на чем-то еще. Такой вот откровенный, искренний разговор. Я надеюсь, вы меня понимаете, понимаете мои эмоции. Многие напишут, да, ты просто, просто у тебя денег нет, да просто там еще чего-то, ты ни хера не понимаешь, да это то, пятое, десятое. Попробуйте сами, вникните в эту историю, закрывайте глаза на все то, что происходит, закрывайте глаза на те деньги, которые вы оставляете, почему вы за это оставляете денег, за что вы оставляете денег. Но к мотоциклу нет претензий, мотоцикл классный, мотоцикл великолепный, действительно изумительный. Вот прям при всем его отвращении, когда ты садишься с другого, вы сядете с японца, с любого, у вас будет отвращение, он узкий, он жесткий, он сбитый, она вся такая дубовая вообще, понимаете, дубовая. Но как только вы вкатаетесь, как только вы открываете ручку газа, и она четко откликается на нее, прям вот выстреливает молниеносно, молниеносно закрывать ручки газа приводит к тому, что вы тормозите просто двигателем так, что уже и тормоза практически не нужны. То есть все происходит, и работа на ней происходит вообще изумительнейшим образом. Это классный, очень хороший, хорошо сделанный мотоцикл. На данный момент решение принято. Мы расстаемся с Галей. Галя уходит. Галя, спасибо тебе огромное. Настолько безумно, настолько классно, настолько здоровское. Не вовразись словами. Кто готов мириться, и кто готов найдет того человека, кто сможет ему его обслуживать, или сам сможет все делать, вы кайфанете. Это безумный мотоцикл. Спасибо, что слушали меня. Да и вообще спасибо, что смотрите мои ролики. Субтитры сделал DimaTorzok